друзья всем привет как у вас дела как настроение я очень надеюсь что у вас все хорошо сегодня у меня кулинарное настроение и мы с вами будем готовить любимый рецепт моих детей очень часто случается что что-то хочется вкусное к чаю быстро просто легко и это у нас будут яблоки слоеном тесте у меня практически всегда есть яблоки тем более сейчас это осень цены доступны множество видов у меня тут три вида яблок девочки какие есть дома слоеное тесто у меня не дрожжевое а именно просто слоеное коричневый сахар можете заменить на белый как вам удобно сахарная пудра любая специя к яблокам это может быть корица кардамон мускатный орех у меня вот такая вот специя для пряников здесь и корица и бадьян очень вкусная и ванилька список ингредиентов очень простой можно найти в каждом доме а получается просто как в красивом кафе поехали для начала сделаем нашу такую сахарную смесь значит я в коричневый сахар добавляю ванильный сахар можете добавить просто ванильку высыпаю пакетик ванильного сахара сахар можно брать белый не обязательно коричневый и по вкусу добавляем либо корицу либо те специи которые вы любите мне очень нравятся специи для пряников они знаете прям всегда так подчеркивает аромат так как это смесь сильно много не нужно вот так вот пол пол чайной ложечки девочки и все хорошо перемешиваем нам смесь нужно будет сразу такая вот готовая вот так вот перемешиваем все чтобы ванильный сахар корица или какие специи добавляете равномерно распределились яблоки они бывают крупные мелкие у меня сегодня не очень крупные берем произвольное количество у моих яблок очень тонкая шкурка поэтому шкурку я снимать яблок не буду но если у вас яблоки с такой знаете твердой плотной шкуркой то их нужно почистить я сейчас вот так уберу смотрите мы берем наше яблоко сам краешек вот этот я отрезаю убираем и нарезаем яблоки не сильно тонко ну то есть несколько миллиметров около сантиметра должно быть меньше чем сантиметр смотрите я колечко отрезала смотрите вот так вот нарезаем все яблоки на такие кружочки вот так вот у нарезанных кружочков нужно удалить вот эту серединку можно взять просто крышку и вот так вот удалить но у меня есть вот такая вот штука специально для удаления серединке у яблок я ей и воспользуюсь об проворачиваем и вынимаем и получается у нас вот такая вот красота также здесь проворачиваем и вынимаем крышкой точно также ну конечно есть знаете такие насадки на кондитерский мешок они тоже с металлическим окончанием у меня здесь таких нет в общем нам нужно все яблоки нарезать на кружочки и удалить из них вот так вот серединку включила духовку 180 градусов яблоки нарезала на вот такие кружочки у меня в упаковке тесто 4 вот таких вот кусочка но видите оно такое толстоватая для нашего рецепта поэтому мы его сейчас просто немножечко скалкой чуть-чуть в длину но больше раскатаем девочки сахару но больше раскатаем ширину чуть-чуть и будем наше тесто подготавливать уже духовка включена духовку сразу включаете потому что долго ждать не нужно там сильно тонко тоже не нужно вот так вот девочки видите насколько увеличилось нам нужно нарезать тесто на тонкие полоски можно нарезать ножом для пиццы а у меня есть вот такой фигурный чтобы полосочки наши были такие знаете красивые нарезаем можно обычным ножом для пиццы обычным ножом нарезать это вообще как бы но не принципиально здесь уже то что нравится вам полосочки делаем тоненькие понятно что может быть где-то получается не идеально ровно но она все скроется и будет красиво нарезали противень застилаете пергаментом не нужно смазывать ничем берем кусочек яблока любой ложку сейчас уберу вот так вот немножко его окунаем в наш сахар с корицей потом берем наши полосочки чтобы было хорошо вам видно и вот так вот начинаем наматывать слоеное тесто на яблоко я наматываю плотненько чтобы завернуть это девочки приклею сюда чтобы яблочко было прям знаете прям очень хорошо покрыто тестом мне так нравится тут ничего сложного никаких там особых навыков не надо не надо готовить никакое тесто немножко кропотливой работы в плане в плане обматывания этого теста вокруг яблочко и вот так вот мы его тут распределяем вот одну полоску мы намотали берем следующую полоску закрепляем вот здесь вот видите чтобы хорошо проходило просто пальчиком себя помогаете тесто очень гибкая хорошо проходит и вот так вот я думаю что на мои некрупные яблоки мне как раз хватит две вот эти полоски теста центре еще сделала вот такой вот такой вот шарик мне кажется выглядит довольно мило и отправляем такие заготовки на противень так поступаем со всеми кружочками яблок первые наши яблочные цветочки готовы у меня здесь просто яйцо перемешанная вилочкой и мы вот так вот каждый наш цветочек хорошо промазываем чтобы красивые румяные были яблочки небольшого видите размера а когда яблоки большие то вообще тогда знаете такие огромные цветочки получается все хорошо перемазываем и сверху еще посыпем вот этим сахарком в которое в которой мы яблочки наши окунали чтобы у нас получилось сверху знаете такая румяная карамельная вот правильно будет для сказать корочка яйцом сама можете чистое яйцом как я можете желток с молоком скажу честно особой разницы нету берем сахар вот так вот присыпаем он уже уже с ванилью с корицей прекрасный сахарок и знаете когда коричневый сахаром сверху плавится он такую как правдает хрустит во вторых именно вот образуется сверху карамель духовка еще раз повторюсь у меня разогрета на 180 градусов выпекаются яблоки где-то минут 18-20 но все зависит от вашей духовки ну максимум думаю что 25 минут и наша красота будет готова вот такая красота получается берем ситечко насыпаю сюда сахарную пудру и пока еще горячие наши яблочки мы вот так вот их еще сверху притрушиваем сахарной пудрой так у меня еще есть здесь сверху еще яблочки в тесте помещаем сюда и еще притрушиваем их сахарной пудрой ну скажите мне что это не мега аппетит по моему выглядит просто фантастически это очень вкусно и нереально красиво такое можно подать просто к чаю дома также когда к вам приходят гости и даже на какой-то фуршет как десерт кстати вот такая слоечка с яблоком из шариком мороженого просто супер давайте разрежем посмотрим какая наша слоечка внутри хрустит карамельная разрезала я напополам сейчас вам ближе покажу смотрите тесто идеально пропеченное смотрите яблоко мягко синька и поджарено и снизу и сверху просто восхитительные слоечки обязательно попробуйте я уверена что вам понравится всем приятного аппетита подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео и пишите комментарии если вам понравился рецепт и вы будете готовить напишите понравилось вам или нет надеюсь от рецепт попадет копилочку ваших любимых рецептов желаю вам мира добра и приятных ароматов доме всем пока пока